Путин подписал закон, который позволяет российским экспортерам, но не всем, только крупным, не переводить выручку в Россию, то есть оставлять за границей. Что это значит? Это значит, что собираются Кремля сваливать. Помните, конечно, можно много раз говорить, что Газпром это рыночная компания, все понимают, что это личный кошелек Путина. Очень много желающих отобрать кошелек, не забывайте. Ну и другие всякие компании, которые на нефти и газе сидят, ну разные кошельки разных башен Кремля. Тут кто-то посчитал, что в России количество миллиардеров выросло, долларов. С чем Россию поздравляют? Да, интересная ситуация, когда все рассказывают, что, ну, мол, видите, Путин там олигархов уничтожил. Тогда скажите мне на милость, как так получилось, что в журнале Forbes, знаете такой, да, там же миллиардер, да, ну олигархов. Так Россия по количеству этих занимает пятое место в мире. А! Он и чёрт! Ха-ха-ха! Дураки! Это полностью. Житель России полный идиоты! Знаете, безумный чёрт сказал, я хуничтожил! Какой чёрт ты их уничтожил? Ты их дал прикормеж. А сейчас, да, фактически, ну, чтобы правильно поняли, почему это решение Путина. Ну, как? Его просили, его заставили, он пошёл. Это, конечно, набивали напротив, а самая большая силу она против. Почему? Фактически валюта не заходит на территорию Российской Федерации и, грубо говоря, сразу седает в офшор. Понятное дело, что здесь задействована офшорная схема. Понятное дело, что здесь, грубо говоря, ну, Газпром продаёт. Берите, нет, а что угодно. А валюта там остаётся в офшоре. Ну, где офшор? Может, в Гонконге, может, в Сингапуре, может, ещё в таких островах. Ну, это... Тем более, там количество офшоров может быть разное. То же самое касается там нефтяников, то же самое касается, ну, металлургов. Ну, то есть, всех, ну, крупнейших. Которые, да, действительно, ну, я так понимаю, просили, уговаривали, говорят, видишь, что творится. В России раз арестовали, раз за раз. Ну, да, действительно, всё-таки, как бы там не было, а активы, вот, российские-то арестовали. И они же испугались. Видите, как, если мы сразу спрячем в офшоре, то... Ну, да, с формальной точки зрения, действительно, получается, это же как бы не деньги России. Даже не деньги, а распрома. Они же там. Ну, вообще, поймите, это вообще такая мечта любого афериста, чтобы можно было раз и спрятать. Да. Ну, ещё раз говорю, это подтверждает тот факт, что Кремле приняли решение. Ну, как приняли решение. Народ убегает. По этой причине и сразу прячь деньги в офшоры, чтобы даже не заходил на территорию России. Понятное дело, что это касается исключительно недружественных валют. Эти все, там, зимбамбийские, потом индийские рубли, это не проблема. Это да, это да, это да. Держите, Россия, держите, держите. Китайские юани, это всё туда. Тем более, что там Россия превращается в провинцию Китая. Так всё. А от недружественных туда. Это же настоящие деньги. Доллар и евро, да. Ну, понятное дело, для крупного бизнеса это хорошая вещь. Сразу говорю, очень хорошая. Во-первых, действительно, можно вообще налоги не платить. Ну, понимаете, какая ситуация. Получается, что деньги даже на территорию России не заходят. С формальной точки зрения это не имеет, но объекта обложения нет. Не существует. Что-то где-то так. Ну, уже хорошо. Плюс ко всему, да, действительно, очень хороший вариант спрятать, поделить. Потому что, ну, как вам сказать, ради чего люди платят, захватили в России. Чтобы на этом зарабатывать. Ну, вы же понимаете, сколько зарабатывают на «Газпроме», сколько зарабатывают этой нефтяники. Сколько зарабатывают на различных там проектах большущих. Это же всё. Тем более, что зарабатывают только свои. Ну, понятное дело. Понятное дело, они, в общем-то, как бы, вот в России зарабатывают. Ну, не-не-не-не, в России деньги держать. Помните, там некоторые клоуны рассказывали. Вот, сейчас все российские олигархи деньги вернут в России. Я говорю, нет, 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 нет. Ну, давайте, вернуть деньги в Россию, то же самое, что сразу их потерять. Сразу. А они же-то их заработали для того, чтобы их потерять. Для того, чтобы вы их не достали. По этой причине, я говорю, это однозначно нет. Ну, это везде. Поймите, ну, как вам так объяснить по-простому? Ну, если человек очень много заработал, то он хочет еще больше заработать. Ну, так, чтобы вы про это не узнали. Потому что он для себя зарабатывает. Вот такая ситуация. И да, действительно, на сегодняшний момент экономика России разваливается. Что вы там не говорили. Помните цена на мясо птиц? Это не мои данные. Это ж родной Росстат ваш. Сообщил, что да, цена на мясо птицы в России за июль месяц установила исторический рекорд. Но никогда не была такая дорогая. То есть получилось там почти 200 рублей за килограмм. То есть в Украине около 100 рублей. Ну, если перечитать рублей, то значительно дешевле. А в России, да, очень дорого. И в Росстате, да, действительно происходит ситуация, что цены в России растут. Народ России обворовывает. А пацаны хорошо. Да, да. Я много раз говорю, что война, она дает возможность заработать. Ну, особенно те, которые возле власти. Да, есть. По этой причине сказать, они заинтересованы. Конечно, заинтересованы. И все. Тут, получается, санкции. Тут вроде бы как бы удар по экономике России. Не спорь. А вот эта ситуация. Вот эта вот ситуация, когда можно всегда даже под санкциями и под заработку. Ну, так она всегда крыта. Так что вот такая вот новость. По этой причине, если кто-то там мечтает, что да вот, да сейчас, да через неделю. Ребята, просто. Даже никогда Россия не сможет не то, что победить, выжить. Потому что если уже Кремле приняли решение, что валюту мы в Россию не запускаем, держим офшоров. Сами же понимаете. Они что-то знают. Это точно. Ну, так, давайте. Пока-пока.